Мурманск, город гостеприимный. За этот год столицу Заполярья посетили более 27 тысяч иностранных граждан. Это в основном туристы. Людей, которые приехали в наш регион за работой и встали на регистрационный учет свыше двух тысяч человек. В нашем следующем сюжете речь пойдет об общественниках, которые первые приходят на помощь тем, для кого Россия стала вторым домом. Рабочий день в общественной организации «Мигрант» начинается в 9 утра и до 5 вечера в офисе толпятся люди. Каждый приходит со своими проблемами, которые пытаются решить председатель Фарида Курдашова и ее помощники. А ситуации бывают разные. Я в аварии попала пешеход, авария попала 2 марта. Больше не знаю после аварии, ничего не знаю. У меня сейчас в головной мозге операция была. Да, я никуда не работаю, я не могу работать. Но Фарида у меня все проблемы решает. Она все документы, больница, все. Она мне помогает. Я довольна. Фарида работает, мне понравится. У Зульфии Насыровой беда иного свойства. Воспользовавшись услугами сомнительных посредников, она решила оформить документы сыну. Но в итоге оказалась и без денег, и без паспорта. Мне пообещали, да, что сделают. Я документы все-все собрала, отдала и оплатила ей госпошлину, ну и все. Ну, сложившаяся ситуация произошла такая, что потом она оттуда мне звонит, говорит, что нужно еще вот такую-то сумму перевести. Ну, нам деваться уже некуда было, мы перевели. Потеряв больше 30 тысяч рублей, Зульфия обратилась за советом и помощью к общественникам из мигранта, которые сразу же взялись за дело. Как говорят специалисты, проблемы многих приезжих возникают от незнания российского законодательства. И труднее всего заполнять правовые пробелы уже постфактум. Каждый день на бесплатной основе мы оказываем иностранным гражданам консультации по правовым вопросам, по вопросам пребывания в стране, по вопросам оформления документов. Но самое распространенное, с чем к нам обращаются иностранные граждане, это вопрос получения разрешения на работу или так называемого патента. Очень много сейчас обращений за данным разрешением. Мы помогаем в плане оформления документов. И также иногда выступаем в качестве посредников при взаимодействии иностранных граждан с работодателями. В Мурманскую область мигранты в основном прибывают из Средней Азии. Узбекистан на первом, Таджикистан на втором месте. Затем идут Украина и Азербайджан. Армения и Казахстан замыкают этот список. Но попасть в Россию даже из стран бывшего СССР не так просто. Чтобы получить патент на работу, гостям надо собрать целую стопку документов про эти медкомиссию, курсы обучения языка, истории и российского законодательства. На все про все 30 календарных дней и минимум 16 тысяч рублей начального капитала. Никто не оспаривает, что гражданин, который сюда приезжает, должен знать язык, хотя бы там азы языка. Но, к сожалению, экзамены не всем удается сдавать. Поэтому 30 календарных дней, это лично мое субъективное мнение, это очень мало. Для того, чтобы человек хотя бы мог изучить язык, я не то что говорю, а адаптацию. Для адаптации, это понятное дело, что месяц вообще ни о чем. Сейчас мурманские общественники вышли на федеральный уровень. На съезде в Москве вступили во Всероссийский конгресс узбеков-узбекистанцев, который был создан в 2011 году для объединения региональных диаспор и оказания помощи соотечественникам. До сегодняшнего дня у нас не было такой организации, которая непосредственно занимается именно вопросом узбеков и узбекистанцев. То есть узбеки – это нация, узбекистанцы – это выходцы с Узбекистана. В Москве у нас был круглый стол, непосредственно который мы обсуждали, спорт, то есть как оградить молодежь от экстремизма. Обсуждение важных тем продлится и в Мурманске 30 ноября. НКО «Мигрант» проводит конференцию, посвященную правовому положению иностранных граждан. К участию в дискуссии приглашены представители миграционной службы, полиции, Минздрава и Комитета по образованию, чтобы сообщать, решать основные проблемы людей, приезжающих работать, жить и поднимать экономику России. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ